Приветствую вас, дорогие мои братья и сёстры, мир вам! В этот вечерний час я бы хотел напомнить всем нам о том, что Иисус любит нас. И, несмотря ни на что, абсолютно всё находится под Его контролем. И с верой в эту истину, в этот вечерний час, давайте от чистого сердца все вместе скажем «Слава Богу!». В нашей жизни, братья и сёстры, полна перемен. Есть перемены, которые придут независимо от нашего желания. Есть перемены, которые, к сожалению, а может быть и к счастью, они приходят неожиданно, и они застают нас врасплох. И очень интересно, знаете, понаблюдать со стороны, наверное, за собой, как мы ведём в таких стеснённых обстоятельствах. И чтобы долго не философствовать, давайте обратимся к Слову Божьему, и давайте на основании Писания ещё раз, может быть, вспомним, а может быть, узнаем, как нам вести себя, когда неожиданно для нас на нашем жизненном небосклоне появились какие-то жизненные неурядицы. И вместе с вами я хочу открыть книгу «Послание Иакова», первая глава, и я прочитаю первые пять стихов. Итак, «Послание Иакова», первая глава. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколеном, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Аминь». Мы все прекрасно понимаем с вами, братья и сестры, что любое письмо, послание, оно пишется с определенной целью. И только что прочитанном отрывке мы видим адресатов, и мы видим причину написания этого письма. И, оттолкнувшись от первого стиха, мы видим, что получатели этого письма были 12 колен Израиля. И причина, по которой Бог побудил Иакова написать это послание, это то, что наши братья и сестры находились в рассеянии. Но что поражает и удивляет, это практический совет, который дает Бог через это письмо – радоваться. Согласитесь, человечка, с точки зрения, абсурдно, когда в твоей жизни приходят трудности – радоваться. Но мы с вами призваны как раз-таки к тому, чтобы мы всегда за все благодарили и всегда славили нашего Иисуса Христа. Давайте признаемся, братья и сестры, что, как правило, мы говорим слава Богу тогда, когда все идет по нашему сценарию. Но стоит что-то выйти под нашего контроля, нам очень тяжело с этим смириться. Итак, это письмо написано 12 коленом Израиля по причине того, что они находились в рассеянии, и апостол Павел настоятельно просит радоваться. Давайте дальше, поразмышляя нас следующими стихами, попробуем получить ответ, что означает радоваться и как практически это применит в нашей повседневной жизни. И свое размышление я бы хотел продолжить, оттолкнувшись от слова «зная» в третьем стихе. Когда я слышу слово «зная», как минимум две мысли, две ассоциации мне приходят в голову. Первое. Возможно, я должен что-то узнать новое. Либо, когда я слышу слово «зная», возможно, я знал об этом, и по каким-то субъективным и объективным причинам я об этом забыл. У меня есть предположение, точнее, уверенность в том, что то, о чем мы с вами будем говорить дальше, мы об этом знаем. А посему просто давайте вспомним. Нам очень важно что-то сегодня вспомнить. И продолжить вот это вот воспоминание я бы хотел, прочитав словосочетание во втором стихе. «Когда впадаете в различные искушения». Обратите внимание, дорогие мои братья и сестры, что здесь не написано «вдруг», здесь не написано «возможно» или «если». Здесь написано «когда» впадаете в различные искушения. И это означает, что не существовало и не существует и не будет существовать иммунитета от тех испытаний, которые Бог будет допускать в жизни каждого из нас. То есть, другими словами, испытания и трудности – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Они были, будут постоянно. Это первое, что сегодня нам очень важно вспомнить. Почему? Потому что сегодня мы пытаемся, знаете, школу Христа пройти теоретически. Мы пытаемся как-то обойти. Мы ищем какие-то легкие, обходные такие пути. Но Священное Писание нам сегодня напоминает «когда». То есть, испытания будут постоянно. Второе, что нам очень важно сегодня вспомнить – это тоже в этом же словосочетании, когда впадаете в различные искушения. Мы все прекрасно с вами понимаем, что любовь Божья, она не лицемерна, она непреклонна. И Бог, являя вот эту милость и Божью любовь к нам, Он всячески, разными путями, Он нас предупреждает, Он нас оберегает от чего-то худшего. Через слово, через молитвы, через какие-то знамения и обстоятельства, через наши какие-то, может быть, внутренние ощущения. Но мы, к сожалению, должны признать тот факт, что наша жизнь вынуждает нас порой осуетиться. И когда мы начинаем суетиться, у нас сбивается прицел, и мы по… вопреки, вернее, своей воле, мы отходим. И у нас уже нету тех отношений. А посему многие испытания, трудности, они приходят неожиданно в нашу жизнь. И поэтому Иаков говорит, когда впадаете в различные искушения, то есть мало того, что испытания будут в нашей жизни, братья и сестры, они придут неожиданно. Сегодня мы все, вопреки нашим ожиданиям, окунулись в те события, которые бурлят во всем мире. И я уверен, что абсолютно, точнее, нет ни одного человека, который мог бы даже предположить теоретически, что, возможно, может прийти вот такое бедствие. И согласитесь, единственная реакция, на что сегодня способен человек, это только убегать и прятаться. Итак, испытания будут постоянно, они придут неожиданно. Дальше, когда впадаете в различные искушения. В нашей жизни очень много закономерностей. И одна самая важная и главная закономерность, это истина, заключается в том, что мы все предстанем перед Богом. Не важно, какое положение ты занимаешь в обществе, не важен твой статус, не важен твой возраст, каждое колено преклонится перед Иисусом Христом, и мы дадим отчет перед Ним. Но сейчас я хочу озвучить другую закономерность. И эта закономерность заключается в том, что, как правило, та область жизни, которую я пытаюсь проконтролировать, в ней и происходят какие-то неурядицы. Почему это происходит? После того, когда мы каемся и принимаем Иисуса Христа в свое сердце, как Господом и Спасителем, это буквально мы открываем двери в свою жизнь. И когда Иисус входит в нашу жизнь, Он не просто хочет быть каким-то пассивным участником. Он хочет что-то, не что-то, Он хочет все изменить. Но зачастую бывает так, что мы впускаем Иисуса Христа в свою жизнь, но распоряжаться своей жизнью продолжаем мы сами. И поэтому, знаете, образовывается так называемая зона комфорта. Самая, наверное, популярная зона комфорта, к которой сегодня стремится абсолютно каждый человек, это благополучие семье, это материальное благополучие, это уважение людей, это здоровье и так далее, и так далее. Когда мы заполучаем все это, вопреки нашим желаниям мы закрываемся. Наверное, поэтому Бог в книге Откровения, обращаясь в Ефесской церкви, Он так и сказал, «Но имею против тебя только одно – ты оставил первую любовь твою». То есть выражаясь языком сегодняшнего размышления, возможно, на каком-то жизненном этапе, следовании за Христом, у нас пропадает вот эта страсть, у нас пропадает вот этот огонь. Сегодня, знаете, бурлят средства массовой информации. Сегодня мы, знаете, вот захлебываемся вот в этом потоке, как вести себя, что делать, как реагировать на те или иные события или на ту или иную информацию. И Бог допускает определенные трудности для того, чтобы мы вышли из этой зоны комфорта. Итак, что мы сегодня с вами вспомнили, братья и сестры? Испытания будут постоянно, они будут приходить порой неожиданно, они будут разнообразными. И еще, что нам очень важно сегодня узнать, точнее вспомнить, что испытания нашей веры производят терпение. Очень часто я слышу такие молитвы, молитвенные просьбы, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог помог мне укрепить с ним взаимоотношения. Помогите, пожалуйста, и помолитесь, точнее, чтобы моя вера в Иисуса Христа укрепилась. Бог отвечает. Бог отвечает на наши просьбы, Он слышит. Но мы не сможем получить ответы на подобные просьбы, только посещая воскресные собрания. Потому что Иисус не хочет, чтобы мы были просто какими-то пассивными участниками. И самый важный урок практически, который Он допускает в жизни каждого из нас, отвечая на наши просьбы, это Он допускает определенные трудности испытания. Только в трудностях мы сможем определить, какие у меня отношения с Богом и на каком уровне находится моя вера в Иисуса Христа. Да, братья и сестры, возможно, мы сегодня, вопреки действительно нашим ожиданиям, мы подошли к той черте, когда нам нужно не просто верить в Иисуса Христа, нам нужно и жить, наверное, во имя Его. Сегодня актуальным вопросом для детей Божьих стоит, что мы должны не только исповедовать Иисуса Христа Господом, и Спасителем, а, возможно, нам, в конце концов, нужно научиться полностью доверять Ему. И поэтому четвертое, что мы сегодня должны с вами вспомнить, Бог, Он будет укреплять нашу веру. Уверен, что ничего нового мы сегодня не услышали. Мы просто вспомнили. Но Священное Писание как раз-таки отличается тем, что оно живое и действенное. И живость и действенность Священного Писания заключается в том, что оно не только высвечивает наши какие-то изъяны, оно помогает нам их решить. И поэтому дальше апостол Иаков дает несколько практических советов, шагов, что он нам делает для того, чтобы вот эти знания применить в повседневной жизни. И первый практический шаг, который предлагает нам апостол Иаков, это с великой радостью принимайте испытания. Я отец четырех дочерей. И однажды, находясь в поездке, супруга моя Оля позвонила и сказала, что у третьей нашей дочки, которую зовут Вика, 16 лет, стали появляться какие-то проблемы со здоровьем, связанные по женской части. Знаете, мы сегодня Бога посадили в какие-то рамки. Сегодня у каждого верующего есть своя какая-то определенная богословская позиция. Когда сегодня спрашиваешь, а сколько вообще сегодня динаминаций, я думаю, ответ столько-столько верующих в Иисуса Христа. Для чего я все это говорю? До вот этого эпизода, для вот этого испытания, которые Бог допустил в жизни моей третьей дочки, я верил в Бога так, как я хотел. У меня была четкая такая богословская позиция вера в то, что если я буду служить Богу, если я буду как-то, знаете, жертвовать временем, семьей, то Бог каким-то необычным образом Он будет оберегать мою семью от каких-то напастей. То есть, выражаясь простым языком, Иисус, возможно, сделает какую-то мне поблажку. И когда моя супруга сказала, что у него возникли проблемы, я позвонил своему однокласснику, он гинеколог, и судя по моему описанию, он сказал, что, наверное, это проблемы связаны с подростковым возрастом, поэтому ничего страшного. Ну, я как-то успокоился, но тревога меня не покидала. И когда на следующее утро супруга позвонила, она мне сказала, что мы сходили в институты акушерства гинекологии, и нас обследовал профессор. И анализы показали, что если не произойдет чего-то сверхъестественного, то наш ребенок не сможет иметь своих детей. Я, когда это услышал, я сказал, Бог, нет. Это, наверное, случайно. Это стечение обстоятельств. Это не относится ко мне. Сегодня, знаете, братья и сестры, мы думаем, это где-то там происходит. Мы думаем, что это случайность. Я, честно говоря, был просто в шоке. Но Слово Божие нам говорит, если в твою жизнь пришли трудности, они не случайны, и тебе их нужно просто принять. И я сказал, Бог, мы всей семьей мы принимаем это испытание. И началась пора молитв, постов, лечений. И мы где-то с моей супругой внутри, честно говоря, это, наверное, проявление было недоверия, может быть, сомнений. Мы смирились с тем, что у нашей Вики не будет ребёнка. За месяц до приезда в вашу страну моя супруга пошла, и в очередной раз они проверились. И когда тот профессор, который диагностировал первый раз проблему моего ребёнка, то есть это была болезнь взрослой женщины, она сказала, не может быть, я не могла тогда ошибиться. Но сегодня у вас анализы чистые. Слава Богу! Нам нужно принять. Да, сегодня, знаете, мы по-разному реагируем на этот коронавирус. Кто-то вкладывает сюда какой-то политический оттенок, кто-то вкладывает там проблемы там связанные с биологией, кто-то сваливает, спускает, как говорится, всех собак на Китай. Но это повсеместно происходит. Это сегодня с нами происходит. И мы должны принять. Мы должны смириться. Мы должны сказать, да, Иисус, это не случайно. Второй практический шаг, который рекомендует апостол Яков. Знай, что испытание вашей веры производит терпение. Нам нужно просто проявить выдержку. Мы торопим события. У нас у каждого свои планы. У кого-то бизнес остановился, кто-то дом не успел построить, кто-то еще что-то. И мы торопим Иисуса Христа. Давай, давай! Ну, знаете, за 20 лет, наверное, с небольшим служением Богу одну вещь я точно усвоил. Что когда Бог посылает какие-то трудности и испытания, у Него есть строго определенное время. Мы Его не сократим и мы Его не увеличим. Нам нужно просто пройти и извлечь уроки. И поэтому нам нужно набраться терпения. Нам нужно набраться терпения в кротость и смирение и сказать, да, Иисус, действительно твоя воля благая угодна. Да, рухнули мои планы. Я тоже остался в этой стране на неопределенный срок. Не знаю, когда я вернусь. У меня младшей дочке 7 лет. Она спрашивает, папа, когда ты приедешь? Чего ты не едешь? Тебе там что больше нравится, чем дома? Я говорю, ну, вот так вот, доча, получается. Итак, мы должны принять, мы должны смириться и набраться терпения. Третье. Если же у кого из вас не достаёт мудрости, допросит у Бога. Когда это произошло, ситуация с моей дочкой произошла, у меня было очень много вопросов Богу. Знаете, мне говорили, меня учили, не задавай вопросы Богу. Бог сам знает, что делать. Ты просто смирись. Ну, что мне делать, если у меня есть эти вопросы? Ну, что мне делать с моими переживаниями? И сегодня я верю, что абсолютно у каждого человека просто на разном уровне есть переживания, есть страх. Потому что нет переживания, у страха только у мёртвого человека. Это естественное чувство, это наша естественная реакция на обстоятельства. Другое дело, когда мы боимся и прячемся, другое дело, когда мы испытываем страх и имеем переживания, но продолжаем двигаться вперёд. Это совершенно разные вещи. И поэтому что делать, если в твоём сердце бурлят вот эти эмоции? Бог говорит, я знаю. Я знаю, что вы чувствуете сегодня. Поэтому придите ко мне, скажите, поделитесь своими переживаниями. Я же знаю, что с вами происходит. Сегодня, знаете, мы пытаемся выглядеть, знаете, вот, как супермены. Да, возможно, мы служители, мы не имеем права опускать руки и паниковать. Нет. Но давайте согласимся, что три вещи сегодня явно происходят со всеми из нас. Первое. Мы убедились в том, что мы все уязвимые. Второе. Мы убедились в том, что мы все равны перед Богом. И третье. Оказывается, есть вещи, которые мы не в состоянии контролировать. Сегодня это не зависит от нас абсолютно ничего. Итак, я смирился. Я проявил терпение и проявляю это терпение. Я об этом говорю Богу. Я говорю честно. Знаете, сегодня у нас, братья и сестры, есть так называемые две категории молитв. Я так образно называю. Это правильная молитва и честная молитва. Бог не слышит, когда мы правильно молимся. Он слышит наше сердце. Он знает поток наших мыслей. Очень часто, знаете, мы пытаемся как-то перед Богом показаться правильными. Но Он наш Отец. Он наш Отец. И Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обременные, и я успокою вас. И четвертый шаг, которым призывает нас апостол Яков. Терпение же должно иметь совершенное действие. Сегодня братья звонят с нашей стороны, спрашивают, как ты там? Я говорю, ну, в принципе, ситуация везде одинаковая. Я говорю, самое главное, братья, использовать эту ситуацию для того, чтобы прославить Иисуса Христа. Я понимаю, что мы сегодня ограничены именно через карантин, через все какие-то ограничения. Но поэтому Яков и говорит, если у кого из вас недостает мудрости, просите у меня. Обратите внимание, братья и сестры, что одна из главных причин поражения детей Божьих в трудных ситуациях – это не отсутствие знания. Это не отсутствие незнания Писания, отсутствие вот этого практического чутья, как поступить в той или иной ситуации. И поэтому Бог говорит, продолжайте, продолжайте выполнять то призвание, в которое Я вас призвал. Я сейчас остановился в Портленде. И каждый раз, когда я натыкался на эту статистику, я понимал, что именно этот регион здесь как бы усиливалась вот эта проблема. Я тоже человек. Я отец четверых детей. Я сказал, Господь, Ты же знаешь, моя плоть не хочет ехать, она боится. Но я для чего сюда приехал? Ведь Ты же мог меня сюда не запустить. Ведь буквально мое присутствие здесь, знаете, решилось в течение трех-четырех дней. Три-четыре дня я бы сюда не залетел. Но Бог не ошибся. Значит, возможно, я должен что-то здесь делать. Я должен, значит, в чем-то покаяться. Я должен что-то извлечь для себя. Я должен чему-то научиться. Я сказал, Бог, я не хочу гадать. Пожалуйста, пошли мне какое-то знамение ехать мне или не ехать. Я проснулся утром и был на сердце мир и покой. Я услышал слова, если Бог не созидит города, напрасно бодрствует страж. Я сказал, я поеду. Да, я приехал с определенным чувством волнения, но я верю, что я не приехал сюда для того, чтобы дома сидеть. Поэтому сегодня нам, братья и сестры, конечно, учитывать эти стесненные обстоятельства, нам очень важно продолжать выполнять ту задачу, которую перед нами поставил Бог. и последнее. У меня есть пастор, друг, однажды, прогуливаясь со своей 12-летней дочкой, он поднял вопрос о чести и достоинстве. И обратившись к своему ребенку с вопросом, насколько важно для нее сохранить честь и достоинство, он получил утвердительный ответ, что да, папа, для меня это очень важно. И тогда родной отец договорился со своей дочкой, что они с Божьей помощью будут молиться и помогут ей, чтобы она сохранила свое честь и достоинство до замужества. И знак этого договора родной отец подарил кольцо. Каждый раз, говорит дочь, когда ты будешь находиться в тяжелых моментах, попытайся просто на мгновение взглянуть на это кольцо, и ты вспомнишь, о чем мы договорились. Девять лет пролетело очень быстро. И вот на сцене стоит отец-пастор перед тысячной аудиторией, братья и сестры перед ангелами, небесами, по левую руку стоит будущий зять, по праву дочка, и отец с чувством волнения обращается к своему ребенку с вопросом, у тебя получилось сохранить свою честь и достоинство? Знаете, воцарилась тишина, она молча сняла кольцо и сказала, да, папа, с Божьей помощью я сохранил свою честь и достоинство. Я возвращаю тебе это кольцо как знак того, чтобы ты меня отпустил и благословил, чтобы я вышел замуж за этого молодого человека. Апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, он говорит, я узник во Христе, я умоляю вас, братья, поступать достойно звания, в которое мы призваны. у нас высокое звание, мы дети Божьи, мы святые, мы сонаследники небесного царства, и у нас нету права опускать руки. Я верю, что настанет тот день, когда Отец нас соберет, и один из вопросов, которые Он задаст каждому из нас, получилось ли у нас сохранить нашу честь, это великое звание чада Божьего здесь, на земле. И каким будет ответ, это зависит сегодня от нас. А всю славу, всю честь, все поклонение вместе с вами я хочу воздать только Ему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Вечная слава во веки веков. Аминь.